2020 год стал знаковым для старого Волынского кладбища, одного из самых старинных, но заброшенных мест в Твери. Этой весной добровольцы взяли лопаты и отправились очищать от грязи и забвения старинные захоронения. И буквально на глазах жителей микрорайона Соменко пустырь превращается в исторический парк. О том, как идет работа и о планах на следующий теплый сезон, узнал у инициаторов наш корреспондент. Мы начали работу с восточной частью кладбища, которая ближе примыкает к улице Волынской. И вот нами было обнаружено захоронение Зои Макаревской. Это девочка, которая погибла в 1939 году от несчастного случая. Более чем за полгода доброволец Владимир Пимонов выучил биографию каждой личности, нашедшей свое последнее пристанище на Волынском кладбище. На протяжении почти двух с половиной веков этот городской погост принимал безвременно ушедших жителей Твери. Покоятся здесь и меценаты, и простые граждане, и купцы. Нами поднят памятник, но еще не приведен в такой божеский вид. Только мы его здесь поставили. И вот это Кирилл Ефимович Жуков, тверской купец, скончавшийся от холеры в 1815 году. И это не самое раннее захоронение. Одним из первых в 1782 году на Волынском кладбище нашел свой последний приют Герасим Перфилиев. Надгробие того времени цело и по сей день. Его из грязи заросли бурьян. Из обвения достали Владимир Пимонов и еще целая команда добровольцев. Это весной кандидат юридических наук, преподаватель столичного вуза, взял лопату и мешки и отправился убирать мусор на погост. По ходу дела нашлись единомышленники. Вырубаем, подчищаем, вытаскиваем что-то такое. Стараемся по мере возможности сделать как можно больше, чтобы люди видели, приобщались к нам и они приобщаются. По словам добровольцев, работы хватает. Самое сложное – очистить пустырь от зарослей. Отсюда огромные горы мусора. С лета его безвозмездно вывозит городской оператор по вывозу бытовых отходов, что тоже серьезно подспорье. Самим приходится доставать из грязи надгробия, отмывать, реставрировать, устанавливать. Ставят их по технологии, чтобы на века, на цементную подушку, на что тоже уходит сила и средства. Восстановить могил удалось, вы знаете, сложно сказать. Я вам лучше скажу, что пофамильно и поименно удалось восстановить 36 захоронений. Если раньше заросшие пустыри обходили стороной, то теперь сложно пройти мимо места, где глазу доступно уникальное по своему виду и происхождению надгробия 18-19 веков. Самое интересное, отмечает Владимир Александрович, что у многих тех, с чьих надгробия смели пыль забвений, объявились потомки. Недавно нашлись родственники фронтовика и мецената Макария Ляхова, умершего в 1938 году. К моему удивлению, тут же нашлось двое родственников Макария Константиновича. Родственники купца Василия Шалыгина нашлись. Это здорово. Это свидетельствует о том, что кладбище продолжает жить и играть важную роль историческую. Останавливаться на достигнутом активисты не намерены. Уже есть план работ на следующий сезон. В своей очереди дожидаются еще десятки надгробий разных временных стилей, которым чудом удалось сохраниться до наших дней. Сами волонтеры хотят сделать из заброшенного поля исторический парк, где можно гулять и подумать о вечном. И познакомиться с историей города и его выдающимися жителями.